Здравствуйте! В эфире национального телевидения очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики Александр Цветков. Добрый вечер, Александр Иванович! Добрый вечер! Сразу хочу сказать, что к правительству никакого отношения не имею. Мы не орган власти, мы просто государственный орган, который выполняет важную функцию проводить выборы. Да, и даже на портале органов государственной власти вы зарегистрированы в разделе «Иные организации». Но, тем не менее, вопрос сейчас самый актуальный. Это результаты выборов. Выборов главы Чувашской Республики, выборов депутатов органов местного самоуправления. И поэтому мы решили немножко нарушить формат и поговорить с вами подробно, предметно, обстоятельно о том, как это все было. Все было достаточно сложно, потому что выборы были совмещенные. В этом основная сложность. Плюс еще то, что было досрочное голосование. Это наложило особый такой отпечаток на избирательную кампанию. Александр Иванович, результаты, в общем, уже известны. По выборам главы Чувашской Республики они официально объявлены. По выборам в органы местного самоуправления где-то вот еще досчитывают. Но, в принципе, уже можно говорить о совершившемся факте. Я тоже считаю, что можно уже делать определенные выводы, анализировать прошедшую избирательную кампанию. Она определенные интересные тенденции проявила. И поэтому я с удовольствием готов поговорить. Давайте пока возьмем выборы главы Чувашской Республики. О каких тенденциях выявившихся вы говорите? Я считаю, что вообще на выборы руководителей, как федерального уровня, так и субъектового, оказывает большое воздействие внешний информационный фонд. Те события, которые произошли в нашей стране за последний год-полтора, ведут к определенной консолидации населения, граждан вокруг органов власти. Это, наверное, объяснимо. Это своеобразная защитная реакция на внешнее давление, на внешний фонд. И, безусловно, это, я считаю, оказало существенное влияние, в том числе на результаты выборов. В том числе на результаты выборов Чуваши. Кроме вот этого внешнего фактора, какие еще, на Ваш взгляд, причины, факторы, события привели именно к таким результатам? Ну, здесь нужно оценивать личностные качества кандидатов. Нужно анализировать огромную подготовительную работу, которая была проведена до начала избирательной кампании. Ведь вот специфика выборов главсубъектов в настоящее время, она во многом уходит, вот выбор, сам выбор предстоящих кандидатур, которые будут участвовать в самой избирательной кампании, он уходит за рамки избирательной кампании. То есть изначально ведутся переговоры, консультации, партии пытаются договориться друг с другом. И, безусловно, очень большую роль играет поддержка со стороны национального лидера, руководителя нашего государства, президента Владимира Владимировича Путина. То есть если он дает согласие действующему руководителю региона на то, чтобы он баллотировался на предстоящих выборах, то уже говорит о поддержке, о нормальных конструктивных отношениях между регионом и федеральным центром. И это тоже накладывается в отпечаток. Вот какие-то неожиданности были здесь для вас лично? Например, глаза распределились как-то не так, как вы прогнозировали или как это было у нас традиционно? Ну, для меня лично больших неожиданностей не было. Вот за исключением, наверное, все-таки я до последнего думал, что второе место займет Валентин Сергеевич Шурчанов. Но азарт, молодость, желание сыграли свою роль. Плюс очень грамотно выстроенная предвыборная компания, избирательная компания. Большой объем агитационных материалов, личное участие в предвыборных агитационных мероприятиях. Ведь Олег Алексеевич Николаев, он объездил всю республику и неоднократно обывал во всех районах. Вот это тоже дает свой результат. Поэтому то, что он оказался на втором месте, на мой взгляд, с одной стороны неожиданность, с другой стороны объективно. Очень хорошо, что у нас выборы прошли как противостояние личности, как противостояние программ каких-то, а не как борьба технологий, не как борьба избирательных штабов. Вот это огромный плюс. Вот даже если сравнивать выборы главы республики и выборы, допустим, в Чебоксарское городское собрание депутатов, по выборам главы было минимальное количество жалоб, минимальное количество судов, вернее, судов вообще не было. То есть это как раз говорит о том, что здесь на первую роль выходили электоральные моменты, предпочтения избирателей. И лишь на втором плане где-то были избирательные технологии. Кандидаты, не прошедшие, скажем так, не добившиеся победы, они, как правило, пеняют на административный ресурс, который есть у кандидата номер один, как правило, и который якобы мешает им достичь каких-то результатов. Что такое административный ресурс в полном смысле этого слова, и насколько он действительно в состоянии повлиять на результаты выборов? Ну, если рассматривать административный ресурс со всех сторон, в полном смысле, как вы сказали этого слова, то это оказание воздействия на выборные и околовыборные процессы со стороны органов государственной власти и органов местного самоправления. Как это сложная такая философская конструкция административного ресурса, и как у каждого сложного явления, у него есть как две стороны медали. Есть сторона положительная, есть сторона отрицательная. Если говорить о положительной стороне административного ресурса, то это оказание содействия избирательным комиссиям, информирование избирателя о предстоящих выборах. Вот в этом плане я не могу упрекнуть ни органы госвластия, ни органы местного самоправления. Мы сумели выстроить нормальные рабочие конструктивные отношения. Не было такого, что кто-то командует, а кто-то принимает решения, а кто-то выполняет. То есть если возникали сложные ситуации, мы всегда находили какие-то компромиссные решения, причем максимально законные, справедливые, обоснованные. Если говорить о негативной стороне административного ресурса, все нужно оценивать в сравнении. В сравнении с выборами, которые проходили раньше. В сравнении с выборами, которые проходят в других субъектах федерации. На мой взгляд, административный ресурс оказал влияние на результат выборов. Но это влияние было не решающее. Более того, я бы сказал, что оно было минимальное. Мы вот сумели реально обеспечить тайное голосование. Это очень важно. А когда голосование действительно тайное, то тут уже административный ресурс уходит на второй план. По большому счету, мы же не можем проконтролировать. Часто избирательные комиссии пытаются упрекнуть, что вы не боретесь с административным ресурсом, не боретесь с давлением. Мы не можем проконтролировать, как оказывается влияние на каждого избирателя. На стадии предшествующей дню голосования. Кто с ним разговаривает, о чем разговаривает, что обещает, запугивает, не запугивает. То есть, по большому счету, если уж говорить на чистоту, для нас не столь важно, почему избиратель пришел на выборы. Для нас важно, что он просто реально пришел на выборы, предъявил свой паспорт, получил бюллетень, зашел в кабину для тайного голосования, тайно, подчеркиваю, тайно, сделал выбор, сам самостоятельно опустил бюллетень в ящик для голосования, и все. Вот дальше уже наша задача посчитать все те галочки, которые появились в избирательных бюллетенях. Причем посчитать это открыто, гласно, в присутствии наблюдателей, в присутствии всех членов комиссии, с правом решающего, совещательного в присутствии журналистов и выдать на гора итоговый протокол. И вот здесь, тут я уже могу ответственно заявлять, что мы все бюллетени посчитали, все галочки сосчитали, и вот каждый тот процент, каждый сотая доля процента, которая имеется в итоговом результате, она подкреплена конкретными галочками в конкретных избирательных бюллетенях. Кстати, вот вы упомянули о наблюдателях, и что все голоса считались в присутствии наблюдателей? По нашим предварительным подсчетам, на выборах 13 сентября на избирательных участках было порядка 5,5 тысяч наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса. То есть практически на каждого члена комиссии... 184 избирательных участка было? Да, 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 да. У нас в городе Чебоксары были участки, где было по 10, 15 наблюдателей, такие участки были. Конечно, в сельской местности наблюдателей было поменьше, но и то даже на самых маленьких участках наблюдатели были. Я хочу отметить, что вот за последние, наверное, уже лет 8, у нас в нашей республике нет, по крайней мере, официально не зафиксировано, ни одного случая, чтобы наблюдателя изгоняли с избирательного участка. Решением комиссии участковой взяли и выгнали. Вот мы стараемся, вот категорически стараемся этого не допускать. Потому что что такое наблюдатель? Это только со стороны кажется, что, ну, пришел кто-то на выборы, и тут мешает нам работать. А давайте его куда-нибудь там, за дверь. Этого делать нельзя. Почему? Потому что право наблюдения на выборах, оно вытекает из конституционного права избирателей быть избранным. Александр Иванович, а результаты выборов в Чебоксарское городское собрание вы как оцениваете? Единственный орган местного самоуправления, который формировался по смешанной системе. Как я их могу оценивать? Ну, во-первых, еще официальные результаты не подведены, только пока предварительные есть результаты. Их подводит муниципальная избирательная комиссия города Чебоксары. Ну, по крайней мере, их надо оценивать с уважением. С уважением к тому выбору, который сделали избиратели, жители города Чебоксары. Ну, результат, наверное, все уже знают, что в городе Чебоксары более 50%, более половины избирателей проголосовали в поддержку. На должность главы поддержали Михаила Васильевича Игнатьева. Также более 50% поддержали по Единому округу кандидатов выдвинутых партией Единая Россия. Также вот партия Единая Россия показала уверенный рост даже по сравнению с выборами в 2011 году, когда и на выборы в Госсовет, и на выборы в Государственную Думу Единая Россия показала меньше результата. Но причины здесь, на мой взгляд, те же самые. В 2011 году выборы проходили под влиянием этого протестного тренда федерального. А в этом году выборы проходят под влиянием, наоборот, патриотических устремлений, таких вот центростремительных тенденций. Идеи единства. Да, идеи объединения. И поэтому то, что партия, которая определяет политику в стране, она получила поддержку со стороны большинства избирателей, которые пришли на выборы. Ну и второй момент. Что такое оппозиция? Вот на мой взгляд, на сегодняшний день у нас в стране оппозиции как таковой, по крайней мере, вот на выборах, которые проходили сейчас, ее нет, ее не было. То есть, когда возникает тяжелая ситуация, когда нужно принимать решение, от которого зависит судьба всей страны, у нас все четыре парламентские партии объединяются и принимают совместное консолидированное решение. А то, что вот на выборах, на региональных выборах, на местных выборах приходится бороться за мандаты, ну это нормально, это нормальные реалии политической жизни в любом демократическом государстве. И поэтому я неоднократно подчеркивал, что выборы выборами, но нельзя переходить определенные рамки. Нельзя сжигать машины, нельзя прокалывать колеса, нельзя кидаться друг в друга, чем попало. Поэтому есть выборы, есть политический накал, но выборы закончатся, они уже закончились, жизнь-то продолжается, дальше надо жить вместе, жить, вместе жить, вместе строить, вместе развивать республику. И выборы должны объединять. По результатам выборов нужно принимать какие-то совместные консолидированные решения, как дальше будет развиваться республика. Ни в коем случае нельзя после выборов уже оказываться по разные стороны баррикад. И в этом плане вот эта избирательная кампания, по крайней мере по выборам главы, она не уникальная, но она очень показательная. То, что нет резкого неприятия результатов выборов со стороны кандидатов, которые не выиграли. Они не проиграли, но они не выиграли. И даже тот кандидат, который набрал самое меньшее количество голосов, представитель ЛДПР, Субботин Константин Сергеевич, он после выборов признал свой результат, поздравил победителя и абсолютно, на мой взгляд, обоснованно, объективно, реально, адекватно отнесся к результатам выборов. В отношении КПРФ, возможно, да, у них тут ситуация сложнее по городу. Почему? Потому что они оказались вторыми в избирательном бюллетене. Вообще это замечательный результат всегда, кроме вот той ситуации, которая была у нас на этих выборах. Потому что первыми в бюллетене оказалась другая коммунистическая партия. Коммунистическая партия коммунисты России. И избирателям объективно было сложно. Потому что, ну, приходит человек, смотрит в бюллетене, первая, вторая позиция, а которые тут коммунисты настоящие, которые ненастоящие, за кого проголосовать. Которые из этих коммунистов коммунисты. Да, которые действительно коммунисты. Все они коммунисты, но просто две разные партии. И поэтому, возможно, возможно, вот на мой взгляд, партия коммунисты России, пусть она на меня не обижается, но ее реальный показатель, он был как раз в пределах тех результатов, которые получили Яблоко и Патриоты России. Может, даже несколько ниже. То есть, ее реальный результат, это где-то рейтинг, порядка полутора процентов. А то, что она получила три с половиной, это как минимум два процента, ей достались в наследство от КПРФ. Как вы можете оценить всю предвыборную кампанию? Насколько она была сложной? Я считаю, что она была нормальной. Это были нормальные, хорошие рабочие выборы. Результат объективный. Выборы прошли конкурентно, потому что участвовали все партии. Явка избирателей была высокая. И, кстати, я уже один раз это подчеркивал. За активность избирателей отдельное спасибо средствам массовой информации, журналистам. Я считаю, что как минимум на одну треть заслуга именно средств массовой информации в том, что явка была такой высокой. Если говорить о других итогах выборов, ну, самое главное, то, что выборы состоялись, то, что выборы прошли. Очень важно, на каком эмоциональном фоне они прошли. Вот я думаю, что все видели, как избиратели идут на избирательные участки. С хорошим настроением, с улыбками, звучит музыка, дети идут рядом, тоже улыбаются. Человек, который идет с таким лицом на избирательный участок, он в принципе не идет голосовать протестно. Он идет сделать свой выбор, которому предоставлена Конституция и голосует за свою партию, за своего кандидата. И поэтому я считаю, что результаты выборов объективные, что Чувашская республика в данном случае показала себя как субъект Российской Федерации с развитой демократической системой. И будущие выборы, на мой взгляд, должны проходить не хуже. Потому что вот то состояние, которого мы достигли сейчас, его надо зафиксировать, чтобы вниз уже не опускаться. То есть остальные выборы, которые мы будем... У нас уже начинается подготовка еще к одним выборам. Через Громно, через год пройдут выборы депутатов Государственной Думы и депутатов Государственного Совета. Это тоже будут две очень сложные и очень интересные избирательные кампании. Поэтому мы уже сейчас начинаем к ним готовиться. И наша задача провести выборы в следующем году не хуже, чем в этом. А всем избирателям я хочу сказать спасибо за ту активность, которую мы все проявили на выборах. Мы все избиратели. Мы все пришли на выборы и проголосовали за свою партию, за своего кандидата. И именно благодаря избирателям мы сейчас можем говорить о том, что выборы прошли хорошо. Можно работать очень хорошо, можно создать все условия, можно обеспечить информирование, агитацию. Но если избиратели не придут на выборы, то выборы не состоятся. Поэтому основная заслуга в том, что выборы состоялись, это заслуга граждан Чувашской Республики. Ну что ж, спасибо вам большое за очень подробный обстоятельный разговор. И напомню, что сегодня нашим собеседником был председатель Центральной избирательной комиссии Чуваши Александр Цветков. Всего доброго. До встречи.